В общем-то возвращаясь к разговору, нам помешала рыба же. Со студентами разобрали. Расскажите, что вас спонукало выступать на соревнованиях? Почему именно на соревнованиях? Почему они на простой рыбалке не ездят? Вы тут людям мешаете. Зачем вы эти кризовые места занимаетесь? Мы на обычную рыбалку часто ездили, а тут что-то попали случайно сюда. В принципе, поїхали на щуку, щуки не ловили, поїхали сюда на фидер. Тут на фидер записались на карту и змагань. Ну, так и началось. Во-первых, это хороший спорт. Спортзал не нужен. Во-вторых, это великолепный отдых от работы. В-третьих, просто приятно соревноваться, приятно занимать призовые места, если получается. Получать адреналин, да? Адреналин сумасшедший. Адреналин сумасшедший. И уже туда не считаешь ни деньги, не щадишь ни себя, ни здоровья. Ничего уже не хочется. До останнего. Ясно, хорошо. Вопрос туда номер два. А как вы дошли, какие вам снасти надо? Как вы определили, что именно надо? Вы подсматривали у кого-то? Подсказывали, можно так сказать. Мы просто умеем слушать. А рыбаки умеют советовать. Один посоветовал, второй посоветовал. Третий, четвертый, пятый, десятый. Мы взяли то, что из этого всего, то, что нам нужно, попробовали. И то, что работает, мы как бы оставили. Ну, как бы, как-то примерно так. По снастям понятно. Ну, ни за кем мы не подсматриваем. Но вы уже остановились. По снастям остановились, уже ничего покупать не будете. Все уже готово, да, у вас? Не факт. Еще надо. Нет предела совершенству. Понятно. То есть, если ты пошел в этот спорт, то надо постоянно понимать, что тебе что-то надо. Кроме расходника, постоянно делать обгрейтсностям. Хорошо. А какую самую крупную рыбу вам удалось словить на соревнованиях? Вы в этом году первый раз выступаете, да, на соревнованиях? 15-980. 15-980. Это ваш личный рекорд. Да. На карп-марафоне здесь тоже. 15-980. А по 7 крупным? Тогда по 9 крупным. По 10 крупным не хватило 200 грамм до первого места. Их заняли второе? Заняли второе. То есть, в любом случае, получился какой-то джекпот? Ну, джекпот у меня у нас тогда был. Ну, да, джекпот из 7 крупных не хватило 200 грамм. Понятно. Хорошо. Какие соревнования еще будете посещать в этом году? Вы уже были в этом году на двух, да? Нет. Мы были на... На четырех. На четырех. На четырех. Одни одиночные, Рома был. А в этом году будем еще на Кубке Западной Украины. И на Кубок Карпат. И на Кубок Карпат. Все на этом водоеме? Да. Понял. А другие водоемы планируете посещать? Поживем, увидим. Ну, в этом году, наверное, нет. Тут удобно, тут близко. Тут шикарный водоем. Нет смысла. Не видим смысла пока. Понял. Вы тоже члены Львовского Карпового клуба, я так понимаю? А, ну тут же получается, если ты не член Карпового клуба, то какие-то не такие условия для простой рыбалки. Или вы просто на простую рыбалку и не ездите сюда? Не, ну ездим на тренировки. А, на тренировки. А для того, чтобы попасть на тренировку, нужно быть членом Львовского Карпового? Не, ну можно и за деньги сюда попасть. Но мы, как бы в клубе, то мы бесплатно. Понял. Секрет какой-то расскажете? Ваш талисман, кроме футболки. Есть же по-любому еще какой-то талисман? Футболка. Ну, я с футболкой постоянно. Короче говоря, футболка. Так с ней и езжу, да. Ну, мы сразу для себя решили, что мы на все соревнования, в какой бы мы сектор не попали, будем стараться. Идти до конца. Стараться и бороться. И как бы мы всегда стараемся бороться за первое место. И для нас есть два места вообще. Это первое и все остальное. То есть, как бы второе, третье, пятое, десятое. Это не имеет значения. Мы как бы... То есть, стремление... Соревнования этим и интересны, что есть стимул большой именно выигрывать эти соревнования. То есть, получаете адреналин от азарта. Смотрите протоколы, заряжаетесь. Да, да. Нам не хватает 20 килограмм. Нам не хватает 15 килограмм. Так, у них средний вес 15 килограмм. Я вот 20 поделить на 5. Это нам 4 рыбы. Нам всего 4 рыбы. Ну, примерно как-то так, да? Ясно. Я вам желаю нехвостания чешуи, чтобы вы не спали еще эти две ночи. Всего самого классного. И паровоз. И паровоз.